А еще были утверждения, что если бы свет был дискретен, то ввиду его большого объема и плотности, заполнения дискретными частицами пространства, люди бы взяли в таком пространстве и не могли пошевелиться. Вам это не напоминает ваши собственные аргументы о недискретности поля ваших видео. Ну вот вообще, в огороде Бузина в Киеве дядька. Про свет и дискретность. Здесь речь идет, чтобы не пошевелиться, вам нужны особые частицы, грубо говоря. Если вы заполняете пространство частицами, окруженными полем, заполняйте сколько угодно. Вот прям сколько угодно. Вы газ какой-то можете получить, например, при заполнении. Можете другую структуру, в рамках которой возможно перемещение. А если вы заполняете не обладающими полем частицами, то вы заполняете шариками с жесткой корочкой. Вот шарик с жесткой корочкой и частица, окруженная полем, это разные вещи в плане заполнения. Когда шарик соприкасается своей жесткой корочкой с другой жесткой корочкой другого шарика, то все, движение уже никакое невозможно здесь. Здесь уже все, вы заполнили и пошевелиться действительно невозможно. Вы просто этого не поняли, не заметили. Это как бы давайте сосредотачивайтесь. Почему Андромеда и Млечный Путь сближаются? Вроде же они должны отталкиваться. Ситуация такая. Вот у нас иначе быть не может. Все отталкивается на макроуровне. Отталкиваются звезды, отталкиваются планеты, отталкиваются галактики. Но в результате, из-за того, что у нас все равномерно заполнено, получается приталкивание. И в этом приталкивании есть частные подробности. Ну вот, если мы заполнили весь космос взвесью каких-то одинаковых объектов одной массы, допустим, галактик, у нас какие-то галактики все равно будут в этом окне возможностей, больше, другие, меньше, и будет какое-то движение. Даже если они у нас все будут одинаковые, все равно будет какое-то движение, возможно, что туда-сюда перемещается. Это как бы естественный процесс. Но, естественно, они все разные по своей массе и по внутреннему строению. Они будут что-то сближаться, что-то удаляться. Это, так сказать, вялотекущий процесс. Дальше. На это на все накладывается погрешность восприятия. Не устану повторять, что даже наши астрономы на самых точных методиках вычисления могут ошибаться. Они ошибаются и часто просто выдают некоторые результаты, желаемые за действительное. Поэтому, когда мы что-то говорим, там, сближается, не сближается, в кавычках, это надо все всегда перепроверять и ждать, когда результаты устаканятся, и будет уже более точная информация. Такая ситуация по любым астрономическим показаниям. У нас же есть эти примеры, когда они сами рассказывают, вот в сто раз разница в расчетах у людей получается. Официально астрономы, у них по разным методикам, разница в результатах расчета получается в сто раз. Это как? Это просто говорит о том, что это еще детский уровень развития науки, когда товарищи не могут сосредоточиться. Дальше мы показывали, почему они не могут сосредоточиться. Потому что у них даже вот эти стартовые методики расчета, они некорректные, они рассчитывают не по исходным силам, а рассчитывают по фактическому ускорению все космические процессы. Это вот те вот старые методики, которые до сих пор используются. Такая вот ситуация у нас с астрономией. Дальше это вот просто, если взять чистую астрономию, если взять вот эту вот космологию современную, то это вообще одна сплошная сказка, выдуманная средневековая, ну я имею в виду уровень интеллекта не выше средневековой, когда эти черные дыры, кротовые норы и так далее. Вот эта вот темная энергия, темная материя, это все фантастический мусор, временно ротирующийся якобы в науке, потом это все выкинется на помойку, людям будет стыдно, что они этим занимались. Это доказано уже сейчас на элементарных сопоставлениях, на элементарных вычислениях. Макс Смит. Виктор – это красное кольцо, в которое заключены магниты. Что это за кольцо в действительности? Что за сила сдерживает разлет космических тел? Это единственное место, которое не дает полного понимания. Без этой силы материя разлетается в разные стороны, без ограничения в бесконечном пространстве. мы получаем эффект разлета, обратный схлопывания по теории притяжения. Доводы в совокупное базовое поле не принимаются, они не дают эффекта сдерживания от бесконечного разлета материи друг друга. Спасибо за ваш труд. Макс Смит. Макс Смит, у вас проблема... Вы живете во вселенной воображаемой, построенной на теории большого взрыва. Большой взрыв – это такая теория, когда у вас было пустое пространство, не было ни хрена, и вдруг из точки полетело много материи. Вот эта вот версия, она в нашем мире невозможна. Вы обмануты, вас дезориентировали, вы действительно обмануты. Наше пространство везде, даже там, куда летит этот воображаемый большой взрыв, может быть заполнено только уже имеющейся материей. То есть вот представьте, бесконечное пространство, уходящее вдаль. В каждую кубу этого пространства уже внесли, впрыскнули материю, уже внесли ее туда, в каждый куб, везде нет такого пустого места. Вот пустого места по пространству нет, это реальность. Это сходится с астрономическими наблюдениями, везде есть галактика. Это сходится с математикой, по-другому невозможно. Это реальный наш мир. Вы смиритесь вот с этим, поймите, что наше пространство везде заполнено материей, тогда у вас этого вопроса нет. Но хотя по строению мышления вы очень корректно мыслите, у вас заполняется картина такая, мозаика. Это заполнилось, это заполнилось, остался только вот этот вопрос. Это очень хороший подход. Так что без вариантов, у вас не может ничто разлететься туда, где уже материя есть и она противодействует вашему разлету. Если и ваша внутренняя материя, и внешняя материя взаимодействуют на расталкивании, то как вы свою материю растолкнете? У вас противодействующая сила, реальный фактор, но не дает вам разлетаться. Это не какой-то там абстрактный выдуманный внешний контур. Это реальные тела, которыми заполнена вся Вселенная. На самом большом удалении она тоже заполнена. В бесконечности она заполнена. Просто смиритесь с этим фактом, это реальность, это наш мир. По-другому невозможно, даже теоретически. В рамках человеческого мозга и представления очень сложно представить, что Вселенная существовала всегда и она всегда была. То есть если в рамках, что она когда-то была сделана, значит она куда-то разлетается. Ну да, тут просто необходим сразу полный комплект понимания, полный комплект знаний. Вселенная была всегда, материя во Вселенной была всегда. Но это реальность. Но если вас обманывают, сразу говорят вам по-другому. Замещайте эти знания. В рамках того, чтобы было легче понять, то прошло уже столько времени, что уже ничего не расталкивается на таком объеме. И разлетаться уже тоже в том представлении не может. Оно уже все разлетелось, растолкнулось. Согласово. С вами был Виктор Катюшек, канал Научный Трибунал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok